Следственным отделом по городу Конаково регионального следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. По версии следствия, 3 марта между двумя мужчинами, находившимися в одной из квартир дома, расположенного по улице Васильковского города Конаково, на почве внезапно возникших личных неприездных отношений, произошел конфликт. Проживающий в квартире мужчина вооружился ножом и использовал его в качестве орудия преступления. Раненый мужчина успел выйти из дома и замертво рухнул на землю. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначены медицинские судебные экспертизы и молекулярно-генетическая экспертиза по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия. Устанавливаются родственники погибшего и свидетели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В Бежицке столкнулись ВАЗ и Митсубиси Паджеро. Водитель ВАЗа разворачивался от обочины и не пропустил иномарку. В результате пострадал виновник ДТП, 19-летний парень, управлявший отечественным автомобилем. Оба водителя были за рулем трезвые. Защита прав несовершеннолетних остается одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления. Обращения, поступающие по телефонной линии «ребенок в опасности», незамедлительно принимаются к рассмотрению и находятся на контроле в следственном управлении, вплоть до принятия окончательного решения. Прием сообщений ведется круглосуточно. Защита прав несовершеннолетних остается одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления. Обращения, которые поступают на телефонную линию «ребенок в опасности», незамедлительно принимаются к рассмотрению и находятся на контроле в ведомстве, вплоть до принятия окончательного решения. Прием сообщений осуществляется круглосуточно в режиме диалога с оператором сотрудником отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления. На официальном сайте ведомства в сети интернет, на информационных стендах следственного управления и территориальных следственных отделов размещена информация о работе телефонной линии «ребенок в опасности». В целях активизирования информационной разъяснительной работы о функционировании следственного управления данной телефонной линии население города Твери и Тверской области ежемесячно информируется через официальный сайт следственного управления, региональные средства массовой информации и социальные сети о круглосуточной работе указанной линии, на которую могут обратиться как сами дети, так и их родители, а также любые граждане, которые обладают информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка. Продолжение следует...